Девушки отдыхают Как с помощью обычной авторучки директор уволил одного неподходящего сотрудника, выявил остальных бездельников, а сам сел в тюрьму. Узнаем в суде. Я сейчас тебе знаю, что! Я сейчас тебе знаю, что! Я сейчас тебе знаю, что! Ура! Бешеная! Понаяхали тут! Понаяхали! Сняли квартиру и попали в ад. Пьяные компании, драки, бесконечные визиты полицейских нарядов и в финале кража и пожар. Кто ответит за квартирный беспредел? ПЕСНЯ Дед Мороз испортил праздник и взрослым, и детям. Чего надо опасаться, когда приглашаешь в свой дом незнакомого человека, хоть это и сказочный персонаж? Истец требует восстановить его на работе и оплатить вынужденный прогул. Ответчик иск не признает, потому что истец грубо нарушал дисциплину. Начинаем слушать дело. Ваша честь, Галкин Николай Сергеевич, требую восстановить меня на рабочем месте в ООО «Наст» на должности технолог планового отдела. Дело в том, что пять недель назад я был незаконно уволен, я категорически на этом истаиваю, по статье 81, часть 1. Что, алкоголик, что ли? Это не доказано. Но алкоголик. И не было... Нет, я не алкоголик, я никогда не распивал. После рабочего дня, пять недель назад... Вредит. Давайте послушаем меня. Пять недель назад я был вызван к шефу, и что он мне сказал? Шеф – это отвечик. Шеф – это не отвечик, шеф находится сейчас под следствием, по-моему, вполне заслуженно, по уголовному делу. Мне было сказано, что я категорически нарушаю дисциплину на рабочем месте, что я вообще был пьян вчера, то есть от того дня, и я уволен. Две недели я, как положено, отработал и все, думал, как, то есть нет никаких доказательств. На рабочем месте меня никто не видел, изначально меня никто не видел пьян. Меня никто не видел ни с бутылками, ни с чем не таким, никто не заходил. Но мне сказали, что у нас есть доказательства якобы. И меня уволили. Просто вот так вот. В трудовой написали мне некрасивую, конечно, пометочку. Я с этим не согласен, считаю, что это незаконно. Я думал, почему, как, откуда у них доказательства, и какие вообще могут быть доказательства у них. Ну, мне пришла светлая мысль в голову, что за нами, за мной и моими коллегами по цеху велось видеонаблюдение. Скрытое и незаконное. Я пошел с этой информацией в прокуратуру, написал заявление. И сотрудниками было обнаружено действительно три видеокамеры. На мое рабочее место и на рабочее место еще двух сотрудников. Я и мои сотрудники были вызваны в МВД и дали показания, объяснения о том, что нас никто не предупреждал. Мы ничего не подписывали и камера установлена незаконно. Уголовное дело возбуждено? Возбуждено. На Антона Игоревича, нашего начальника, он сейчас находится под следствием. Прекрасно. Ответчик. Да, Ваша честь. Я замдиректора по персоналу. Данный сотрудник уволен на полном законном основании за распитие спиртных напитков во время рабочего дня. Нет, этого не было. По поводу скрытой видеозаписи. Да, к сожалению, мы вынуждены были пойти на эти меры. Сейчас в компании тяжелые времена. За последний год в компании стали происходить кражи. То есть мы стали перед выбором. Я кражи совершал. Я воровал у вас. Вы конкретно распивали спиртные напитки. Вы докажите это. Не перебивайте, пожалуйста. Где у вас доказательство, что я распивал что-то? Три месяца назад данному сотруднику был вынесен строгий выговор за нетрезвым состоянием во время рабочего дня. Я не был в нетрезвом состоянии. Лично директор Анатолий Ильинин заходил в отдел. Он просто в шоке был, какое амбре шло от этого сотрудника. Какое амбре? Во-первых, 5 человек вынесен. Это раз. Нам, блядь, нельзя делать такие дела. Спорить надо было на предприятии в процессе работы. Меня никто не слушал, я спорил. В процессе этих видеозаписей, помимо расхитителей, также было выявлено, что данный отдел, где работает Галкин, чем чем угодно занимается отдел, кроме работы. Докажите это. Ваша честь, у меня есть доказательства. Нет у вас доказательств никаких. Есть у меня доказательства. Ну да где доказательства? Вы сейчас их убедите, ваше честь. Вот листовый, передайте мне. Возьмите, пожалуйста. Что, ноутбук доказательства? Вы сначала научитесь трудовые права, сопротивляйте своих сотрудников, обеспечивающих комфортных условий труда, а потом что-то там сочиняйте. Там видно, что работа отдела парализована, что вы главный зачинщик. Какой зачинщик? Распиваете спиртные напитки. Это безалкогольное пиво, докажите, что там алкогольное пиво. После первого выговора он вас угодит. Скажите, пожалуйста, это вы? Вы доброту восприняли за слабость. И что вы пьете? Это безалкогольное пиво. Доказать можете, что это? Да послушайте, от вас до сих пор этот запах. Отстаньте на место. Я нахожусь в вынужденном отпуске, имею право. Имеете право приходить в суд в состоянии алкогольного опьянения, да? Нет, сегодня я не в алкогольном опьянении. Так, судя по вашему внешнему виду, Николай Леонидович, вы работник правоохранительных органов. Правильно? Бывший. Да. Но так вы же должны знать, что закон-то нарушать нельзя. Я против этого был, но принимал решение директор. Истец, у меня к вам вопрос. А вы обжаловали где-нибудь этот приказ предыдущий об объявлении вам строгого выговора за появление и нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения? Нет, я пытался это в устной форме сделать. Я письменно этого не делал. Я не хотел усложнять себе ситуацию, потому что знаю, какое отношение к нам. У вас есть знания о трудовом кодексе вообще, нет? Да, есть. Есть. Да, я знаю, что незаконно установить камеры. То есть именно поэтому вы вторично в течение одного месяца нарушили закон. Ну, там без алкоголя выпивали. И выпивали на рабочем месте. Но я закон не нарушал, ваше честь. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Одни снимают квартиры, другие сдают. И никакие договоры не могут защитить ни тех, ни других от обманщиков, мошенников, грабителей и даже убийц. Такая вот страшная лотерея. Дед Мороз перебрал алкоголя и чуть не сжег дом. Гости сами напоили дедушку. Кто теперь будет отвечать за понесенный ущерб? Объявляется решение суда. В соответствии с законом, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которых она основывает свои требования либо возражения. Вот возражения были доказаны. На самом деле администрация вынуждена была установить видеонаблюдение, установила, в котором доказано документально, что вы в рабочее время, на своем рабочем месте, в течение длительного периода, минимум одного часа, употребляете спиртные напитки. Слушайте, ну нельзя нарушать уголовный кодекс ради какого-то там пива. А насчет уголовного кодекса по уголовному делу, видимо, следственные органы разберутся, было ли нарушение закона. Это не предмет данного разбирательства. А вот по данному разбирательству суд приходит к мнению, что вина ваша доказана, спиртное на рабочем месте употребляли, и именно по этому основанию, в соответствии с трудовым законодательством нашей страны, вы подлежите дисциплинарному наказанию, самому строгому увольнению. И именно поэтому я отказываю в удовлетворении требований о восстановлении на работе и выплате вам денежных средств за вынужденный прогул. Понятно вам решение суда? Да, ясно. Слушание дела окончено. Решение суда. В иске отказать. Наверное, глупо спорить с решением суда. В любом случае, я считаю, что мое нарушение несоизмеримо с тем, что устроило против нас собственное начальство. Я считаю, что меня просто выжили с работы. Никакой директор, будь то частного государства, предприятия не потерпит на своем объекте нерадивых работников. Также это звоночек и для других сотрудников нашего предприятия. Внимание! Налоговая следит за каждым вашим шагом. Она обслуживала их на дому. То есть ни за что не платит, ни налоги, ничего. Банки блокируют ваши карты. Эти три миллиона я не видела. Ни одной копейки, чтобы мне сейчас сдохнуть. Все хотят отнять ваши деньги. Банки, верни меня за машину. Не подходи ко мне! Смотрите, зал суда «Битва за деньги», чтобы не стать нищим. 280% годовой. У вас не треснет ничего, нет? С понедельника по пятницу в 13.00 на нашем телеканале. Выплачивать ничего не буду тебе. Понял? Вот. ИСЦИ требует возврата имущества из чужого незаконного владения. Ответчик уверен, что ничего ИСЦам не должна. Прошу всех встать. Здравствуйте. Присаживайтесь. Начинаем рассматривать дело по иску господ музык к ответчице Жуковой. Правильно? Да, совершенно верно, Ваша честь. Ну, давайте, кто из вас? Ваша честь, мы с мужем строители работаем здесь, в Москве. Вот у него есть патент, и он принес все по закону. В Лицензии есть патент. Мы работаем с строителями. Мы снимали у ответчика комнату. И когда уехали из Москвы на несколько дней отдохнуть, оставили у нее в нашей комнате, которая закрывалась, кстати, инструменты. Вот я могу зачитать перечень. Шлифовальная машинка 80 тысяч. Беткорез 50 тысяч. У нас профессиональный инструмент. Абсолютно профессиональный. Перфоратор большой. Понятно, строительный инструмент. Строительный инструмент. Личные вещи. Личные вещи какие? Телевизор, там пуховики были, валенки. Сейчас, что же еще не случилось? Сейчас я объясню. На момент нашего возвращения, мы обнаружили, что дверь в квартиру закрыта. Там опечатано, стоит гар в подъезде. Мы начали ей названивать. Ты сколько раз звонила? Семь раз я ей звонил. Семь раз. Только со своего телефона я звонил. И не было никакого ответа. Вот она мне все здесь есть. Она трубку не берет. Мы пошли по соседям, спрашивали вообще, куда она исчезла. Вдруг что-то случилось. Я переживала, и женщина пожилая. Так вот, соседка рассказала нам о том, что ее сыночек, алкаша, алкаш, велиководный, нигде не работающий. Нигде не работающий. Он заснул. Сигареты в зубах заснул. И поджег свою комнату. Был пожар. После пожара ответчик куда-то исчезла. Наша вещь она никуда нам не хочет отдавать. Более того, у нас по договору еще есть залог 15 тысяч. Нам тоже она его не хочет возвращать. Потому что форс-мажор. Какой форс-мажор? Если бы метеорит упал, это был бы форс-мажор. Это пьяный сынок все жжет квартиру. То что в всем этом безобразии виноват ее конченный сынишка Геночка. Если вы знаете, что имущество практически уничтожено, что же вы требуете? Ваша честь, одна комната только обгорела. Она нас не пускает. Посмотри, что там. Если там действительно нету, и наше имущество сгорело, это одно. Но у нас плиткорез, он вот такой огромный, железячка. Спасибо, достаточно. Почему не пускаете в комнату? Потому что там опечатано, экспертиза проходила после пожара. Арендовали квартиру? Они, да, я все по закону, по договору, форс-мажор. Договор имеется. И имеется. У меня такой же экземпляр. Вы знали о том, что ИСЦ, уезжая к себе домой, оставили свои вещи? Ну, они там что-то вскользь сказали, что мы в окку и не в окку. У вас есть дополнительный ключ к этому помещению? Арендованный. Нет, у них свои ключи. Здесь, ваша честь. Ну что, у вас нет ключа, если там батарея лопнет? Я не знаю, вы что, туда не войдете? Ну, вот в этот раз у меня и не было ключей. Да самое интересное, ведь я не была во время пожара. Я сама попала в больницу за два дня до пожара. И они уехали. И сынок мой там, может, кого-то привел, а может, и не знаю. Ваша честь, в договоре написано, что два экземпляра ключа. Она имеет право приходить к нам, чтобы реэкспентировать ее. Время пожара не делали. Ничего не оставляли. Не влите, пожалуйста. Юрина Борисовна, не влите, пожалуйста. Не влитковая, не шлифовальную, ничего. Вот то, что собрала я уже после, я сама сейчас там жить не могу. Там, во-первых, все залито, еще сохнет после пожара. Вот, потом там гарь стоит, там я не могу жить. Это геночки себе. Ваша честь, я, конечно, понимаю, что там жить невозможно, а в наше положение того войдет. Я не могу понять. Послушайте, помолчите, а? Дайте мне с ответчицей разобраться. Итак, ИСЦ заявляют, что комната закрыта, и вы в эту комнату, где находятся их вещи, не допускаете. Почему не допускаю? А что там? Там ничего нету. То есть вы там были и засмотрели? Так мы вместе с пожарными потом уже, когда экспертизу делали, я собрала пеники. Ну и что удалось спасти? Ну вот я собрала вещи. Какие? Вот, чемодан. Так, сейчас я посмотрю, что здесь. Это называется перфоратор за 80 тысяч, да? Дево инструменты спрашиваю вас. Это вот все, что ты сделала, да? Вот это все, да? Вот это все, да? Я сейчас тебе знаю, что. Я сейчас тебе знаю, что. Успокойте их, а? Я сейчас тебе знаю, что. Девушка, я сейчас тебе знаю, что. Я сейчас тебе понаехали тут. Займитесь самим. Понаехали. Понаехали. У нас в Белоруссии так не бьют, вот у вас здесь, в Москве. Суде бьют тут. Совсем бают. Убивают. Это не нарушеные вещи. У меня вот все твитации есть. Все документы у нас есть. Все чеки есть. Вот чеки, про чеки. Вы. Они как нарушенные чеки собрали и повезли с собой чеки. А вот от таких, можно знать, что в день, копьянь, документы можно было оставить вот в комнате. Конечно, чеки мы оставляли. Да, как это команды помнят. Потому что мы с этими документами ходим, договоры включаем. Вы мне скажите, вы понимаете, что вы вели себя сейчас недостойно? Я прошу прощения, ваша честь. Но она меня вывела. Вот это, вот это, вот все. Объяснение. Вы посмотрите, мой размер и вот этого вот всего. У нас уже сейчас снег здесь, сейчас мороз. Объяснение. А эта детская платьишка, интересно, на помойке-то ее взяла? Парнография на подсунула. Вот это что такое? На помойке нашла? Мы-то мы не люди, а тараканы, понимаете ли. Тараканы мы как будто. Гребаные тараканы по вашей носке. Мы сейчас живем в недостроенной квартире, которую нам хозяева, которой мы сейчас ремонт делаем, разрешили там пожить. Там просто голая коробка, там ничего нет. И что это твои трудности? А сейчас зима, у нас даже вещей нету зимних. Да это ваши трудности. Я тут причем не покочу. Она бы могла бы сейчас по-хорошему с нами договориться, мы бы ее не помнимать. Ну ладно, вы поругайтесь пока. А я пойду принимать решение. Удаляется суд для принятия решения. А мне ничего не давали. Это вот что такое? Ничего я вам не должна. Ничего я вам не должна. Вот у нас все документы есть. Я на пенсию живу. Все документы есть. Еще и инвалидные. Ничего. Приставы все взыщут. Приставы все взыщут. Из тебя взыщут. Из сына твоего. Протурил их сейчас. Из всех взыщут. Мы еще с полицией придем. Я не права, а не права. Ходил по соседям права. Ничего. Мы с собой приставы все. Хожусь в пенсию, мы 50% тебя взыщем дальше. И с коллекторами еще познакомишься. Далее в программе. Дед Мороз испортил праздник и взрослым, и детям. Чего надо опасаться, когда приглашаешь в свой дом незнакомого человека, хоть это и сказочный персонаж. Присаживайтесь. Итак, судом установлено, что имеется договор аренды. Судом установлено, что вещи на самом деле имели место быть, то есть находиться на момент отъезда из вашего помещения, которое является вашей собственностью, в комнате арендованной. Судом установлено, что это вещи не являются в полном объеме вещами истцов. И в соответствии с законом суд приходит к выводу, что требования необходимо удовлетворить в полном объеме. Вы обязаны вернуть все вещи в пятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу. Я вам теперь разъясняю, ИСЦИ, порядок исполнения решения суда. Если в течение пяти дней после вступления решения суда в законную силу вещи возвращены не будут, вы подаете, ну, если вы захотите, заявление в суд об изменении способа исполнения судебного акта путем замены, передачи спорного имущества взысканием его стоимости. Решение суда понятно? Да, ваша счастье. Будьте внимательны, бдительны и доброжелательны. Мы с этой гримзы все до копеечки. Либо инструменты отдаст, либо деньгами взыщем. Абсолютно верно. Я пенсионерка, мне платить нечем, так что ничего они с меня не возьмут. Я решением недовольна. Зал суда. Битва за деньги. Жили от зарплаты до зарплаты. Ни у кого никогда денег не брали. С понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Думать надо прежде всего о людях. Для этого вы и поставлены на это место работой. Специально для вас бесплатная юридическая консультация. То, что вы делаете сейчас называется правовой шантаж. Больше вы не потеряете ни копейки. Удовлетворен ваш иск? Да. Я не согласен с этим. Истец просит возместить материальный ущерб. Ответчик иск не признает. Присаживайтесь. Слушание дело открыто. Итак, иск о защите прав потребителей. Правильно я понимаю? Да. Ваша честь. Объясните, в чем дело. Я предъявляю иск к этому гражданину. К Топоркову, Анатолию Александровичу. Именно, Анатолию Александровичу. По поводу сорванного, испорченного праздника Нового года 2019 года. Испорченной психики детям. И материального ущерба на сумму в 240 тысяч рублей. Только возмещение вреда. Ну, я его жалею. Вред. Да, материальный ущерб. Материальный вред. Понятно. Так. Ну, что ж, вам придется доказать, что именно Анатолий Александрович своими виновными действиями причинил, при оказании услуг, причинил такой вред. Да, да, Ваша честь. Мы заранее к 2019 году готовились к празднованию Нового года. У меня там были коллеги по службе, их дети. Это был загородный наш особняк. Месяц заняла подготовка. Там были заранее закуплены продукты, построены некоторые декорации. В первую очередь праздник был не для взрослых, а для детей. После чего, конечно же, как главное украшение праздничного стола, главным украшением праздничного стола является Дед Мороз. И по рекомендации мы выбрали, как нам сказала моя знакомая, заслуженного артиста, профессионального Деда Мороза. Когда речь зашла о гонораре, она сказала 100 тысяч рублей, но это и так по большому знакомству. 100 тысяч рублей? Да, но я, конечно, понимаю, что это был вызов, действительно, как вот он говорит, в 12 часов 31 декабря она сказала, что такие ставки, тем более он профессионал, с опытом. Откуда же у вас такие деньги? Неужели такие доходы? Ваша честь, но также гости тоже приняли участие, поскольку несколько семей праздник был для детей, но платил непосредственно ему я. На тот момент оплачивал. Поскольку он попросил, он на данного субъекта, организованной, зарегистрированной, индивидуальной предпринимательской, он как индивидуальный предприниматель, он потребовал весь гонорар в размере 100 тысяч заранее, за месяц перевести ему на счет. Ну, чтобы подстраховаться, и уж точно не прогадать с Дедом Морозом. Что произошло? Итак, вы подписали договор, его оплатили. Да, 100 тысяч рублей. Что дальше произошло? Почему вы считаете, что 240 тысяч рублей должен? Дальше произошел кашлак. Мне должен. В новогоднюю ночь данный Дед Мороз явился абсолютно пьяным, после чего слова «сорванный праздник», «испорченный праздник детям», они не подходят, поскольку хорошо, что мы остались живы, обошлось без жертв. Он взорвал пиротехнический комплекс внутри дома, ну, это уж самая крайность, до этого пьяный раздел. Не сумел вынести, что ли? Ну, вот так ему захотелось, плясал на столе, был пьян, ну, в общем, хорошо. Вот с такими габаритами на столе? Да? Да, стол сломался, но его ушло черпи, я не включал. Ваша честь, данный человек болен, серьезно болен. Чем? Я не болен, я не болен ничем. Поэтому я с милосердием к нему отношусь, выставляю его, на мой взгляд, минимальный иск, который составляет 100 тысяч его гонорара, 120 тысяч за ремонт дивана, за ремонт сгоревшего по причине взрыва пиротехники дивана и натяжного потолка, и также 20 тысяч, которые мы заплатили пожарным за его, скажем так, утилизацию, которые прибыли на вызов. Утилизацию Деда Мороза? Да. Я, опять же говорю, что я, в милосердии, не стал вызывать сотрудников полиции. И хорошо, что... А почему пожарные-то? Ну, тогда бы МЧС... Пожарные приехали на вызов, у нас же начался пожар, и хорошо, что мы его погасили своими силами. И когда пожарные, которые несли свою службу, бойцы пожарного отряда несли свою службу в новогоднюю ночь, они приехали на ложный, получается, вызов. На шляпу дал. На ложный вызов они, получается, приехали. Вы же только что сказали, что учинил пожар. Да, но мы погасили огнетушителями. Ну, какой же тогда это ложный вызов-то? Ну, тем не менее, в общем, когда они приехали, у нас ничего не горело. К счастью! Ну, пожарные видели, видели состояние этого Деда Мороза, который был неименяемым, у нас дети вокруг. И в результате они его связали по нашей... Эвакуировали. И мы их отблагодарили еще 20 тысячами рублей. Эвакуировали. Ну, и так вот, иск получается на 240 тысяч рублей. Документы, подтверждающие 20 тысяч рублей, есть? У меня есть акт о пожаре. Нет, 20 тысяч. На 20 тысяч рублей документ есть? Нет, такие документы нет. Значит, на 120 тысяч диванов и потолок это есть, да? Да, вот диван. Передайте мне, пожалуйста, документы об ущербе. Вот, чек. Вот, да. И фотографии передай. Фотографии закопченных детей. Давайте, давайте, фотографии сюда. Закопченных детей. Давайте, понимаете, что бред несет вообще, какой-то с ахиней. Закопченных детей. Будете? Ответчик, вы так весело рассказываете. Теперь расскажите суду. Я могу, я прошу прощения, могу, я наконец-таки подробно суду рассказать, как все было. Поймите меня правильно. Я профессиональный артист. Заслуженный артист России. В любом поисковике вы можете забить мою фамилию, имя, отчество. Лучше на ютубе, собственно, берите Пьяный Дед Мороз. Это после тебя. И ты ответишь за это мне. Ответишь за свои выходки. Смотрите, значит, вот верите, не верите, вот, пожалуйста, у меня свое собственное агентство. Это доказано, все, все можете. Но это в договоре. Да, соответственно, можете посмотреть. Помимо всего прочего. Я уже посмотрел. Помимо того, что я ведущий, артист, я еще предлагаю комплекс услуг. То есть, являясь директором агентства, я предоставляю там от стриптиза до танцев. Вот стриптиз мы увидели. И танцы тоже. Я сейчас, я сейчас, ну, я не знаю, ну, вот, послушайте, уважаемый суд, вот, смотрите, я, да, я приехал к этому вот человеку на мероприятие. Я изначально не пьяный, не пьяный, не пьяный, изначально мой агент, я не пью вообще, уважаемый суд, я вообще не пью. И мой агент изначально, у меня непереносимость алкоголя. Вот, 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 вы скажете, ну, там, да, может, какая-то дурь. Господин Топорков, вы сейчас не на сцене, вы сейчас в суде. Кричать не надо. Документы, подтверждающие, что вы не занимались. Стоп. Непереносимость. А документы, подтверждающие, что вы надлежащим образом выполнили договор. Документы, подтверждающие, что дивану и потолку не вы нанесли ущерб. А как вам... Документы, подтверждающие, что вы явились трезвым и никаких других запрещенных законом деяний не совершали. А где я возьму такого вот документа? Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которых в данном случае основывает свои возражения. Много уважаемых... Дайте мне слово, пожалуйста. Я сейчас объясню. Я уважаемый человек. И я вообще не пью вот документы, подтверждающие, что мне вообще категорически запрещено пить. И потому что у меня непереносимость алкоголя. Далее, вот этот вот гусь, простите, вот, соответственно, истец, его брат пришел ко мне в гримуборную, где я переодевался. А он в пьяном виде. А он у него ДПИ... Этот... Этот... Он меньше тебя в два раза. Да и он меньше меня, но он, соответственно, ВДВшник. Я интеллигентный человек, я не дерусь. А что такое бутылки-то вы говорите? Он ВДВшник. Брат говорит, я сейчас, говорит, тебе разобью, говорит, голову. Бутылкой? Бутылкой. Зачем? Или выпей со мной. Спроси, а они ВДВшники. Здравствуй, дерево. Вот они вот такие. Пришлось выпить? Пришлось! Вот. Много пили? Пятьдесят грамм. Мне нельзя пить. Вот все документы, вот, можете придастся. Из полтинничка вы начали... Да, мне нельзя. Буянец. Я гипертоник. Нет, Буянец он после того, как литр выпил. Неправда. Это неправда абсолютно. Значит, и, соответственно, меня... Я не помню совершенно, что я потом... Деда Мороза понесло. Я не помню. Ваша честь, мне нельзя. Я пытался-пытался отнекиваться, но... Вот потом, если есть желание пообщаться с его братцем, это вот стоит такой, вот улыбается здесь, красавец, а братец, он вообще неадекватный. И, понимаете, я не привык драться, как бы, да, ну, я интеллигентный человек. Солид, вот, пожалуйста. Но с вами же не дрались. Вам предлагали выпить? Он меня заставил. Вы можете везде, в интернете посмотреть, кто я, понимаете? Я интеллигентный человек. Я профессиональный актер. Вот это и докажите, что вы профессиональный исполненный сновид. Разыграйтесь, метели, гнитесь ниже, сосны ели. Все, что есть в моем лесу, все засыплю, занесу. Да у него паранойя, Налка Путина. Сам ты паранойик? Долго пели. Как долго? Это Федор Иванович в ритме, в жанре, как говорится. Федор Иванович, а это мой любимый. Не надо больше петь. Значит, я интеллигентный человек. А вот это... Вы седьмой раз повторяете, что вы интеллигентный. Я хочу встречный иск. Иск. Да, потому что я потерял колоссальное количество средств. Я говорю паранойю. После этого мероприятия, спасибо этому брату. На какую сумму можно выискать? Этому брату. На какую сумму ты мне иск-то предъявляешь? Я пожалел. Тебя идиота пожалели, и 240 тебе только материальный ущерб предъявили. Я в запой ушел потом. Почему? А что тут смешало? Человек с непереносимостью алкоголя в запой уходит? Конечно! Непереносимость алкоголя – это диагноз смертельный вообще. Как человек может быть в запой у которого непереносимость? Встречные требования поднимаются, и что... Вы заявили встречные требования. Да. Оголосите, пожалуйста. Есть список. Значит, встречные требования. Вообще странно. Я ко мне. Ты стой молчи, Кучерявый. Значит, ситуация следующая. Я потерял очень большие деньги. Я потерял все заказы новогодние, которые у меня вот здесь расписаны. Потеряли заказы на какую сумму? На сумму 180 тысяч рублей. Из-за алкоголизма и вашего запоя? Не из-за алкоголизма, а из-за того, что я его братец, меня вынудил выпить, и, соответственно, у меня, значит, дальше, у меня с больницы все документы на сумму, которую меня прокапали, потому что я... То есть на похмелку? Сколько на похмелку? На какой похмелку? В больнице прокапали. На похмелку у меня капельницы, у меня вон все венку протыкали. Сколько? 20, 20, 500. 20, 500? Все, все есть. Плюс? Да, плюс, вот, соответственно, 200, там, сколько? Ну, все есть здесь на бумажке. Итак, 180, 20, 500, все? Да, да, и, соответственно, и я хочу еще, я требую, что еще моральное возмещение обязательно мне должно быть, как артисту, потому что я перенервничал, столько всего перенес из-за вот этого вот... А перенервничали, когда выпивали? Я не вы, я же говорю, мне нельзя, вот, вот, смотрите, есть... Понятно, и сколько вы за нервы свои хотите? Я еще хочу 50% суммы, еще, соответственно, 100 тысяч рублей. Еще 100 тысяч рублей? Да. Какой пропьет? Понятно. Какой пропьет? Я не пью. Итого вы хотите 300 тысяч рублей. Да? Да, да, да. 300 тысяч, 500 рублей. И все, и все задокументировано, и еще, соответственно, да. Суд, посовещавшись на месте, выносит определение об отказе в принятии встречного иска. И я, уважаемый суд, я к свидетеля хотел пригласить. Свидетеля какого? Который, который... По встречному иску? Да. Или по основному? Который, соответственно, докажет мою невиновность, и он будет его слово... По основному иску? Его слово будет очень весомым, будьте любезны. Пригласите, пожалуйста, свидетеля ответчика. Свидетеля ответчика, воинец. И рассмотрите, пожалуйста, мои документы. Да, садитесь. Передайте мне документы, ответчика. Привет, Поля. Привет. Все, все, вот, выписки и... Свидетельство о том, что вы занимаетесь практикой. Да. Дед Мороз, фотографии. И посмотрите, вы где только не работал, все, все, все. Все по-трезному. Ну, хватит. Что хватит? Ну, все по-трезнему. Вы сами говорите, что... Я не пью. ...после оказания услуги или якобы услуги... Я не пью, мне нельзя. ...вошли в запой. Ну, там все документы есть. Документы, подтверждающие, что вас лечили от алкоголизма. Есть. Я не пью, мне нельзя. Здравствуйте. Меня зовут Кашина, Дарья Викторовна. Я знакома из Толи и с Максимом, с истцом, несколько лет. Но я считаю, в данном случае Максим категорически неправ. Несмотря на то, что он мой друг, я хочу по справедливости сказать. Дело в том, что это я порекомендовала Толю Максиму. Он у меня лет пять проводит праздники детские каждый год. Все довольны, все прекрасно. И я знаю, и все знают, он всегда всем своим клиентам говорит, что ему нельзя пить, говорит, категорически мне не наливайте. Никто и не наливал. А тут он приехал трезвый. Я сама его встречала, потому что он мой знакомый. Ну, какая разница, я приехал трезвый. Я вам первый купил. Мы слушаем свидетеля. Простите, уважаемый сын. Дело в том, что я много слышала о брате Максима. Мне рассказывали про него. И тут я его в первый раз увидела. Ваша честь, это страшное зрелище. Вот я честно могу сказать, это вот такой здоровый лоб. Это хорошо. И говорят, что у него была контузия. И после этого он какой-то стал неадекватный. Так вот, не успел приехать Толя, оделся там в костюм, начал номер готовить. В комнату пошел, ему там отвели. И вот я слышу, как Вадим идет с бутылкой водки, не стесняясь, извините, детей. Заходит туда в комнату, говорит, ну, ты меня уважаешь, знаете, как они вот разговаривают. И наливай, выпей со мной, выпей со мной. Толя сначала ни в какую не буду, я пить не буду. А потом начался, извините меня, мат. И потом он начал ему угрожать. Типа, я тебе сейчас врежу, если ты со мной не выпьешь. Ну, что там дальше было? Ты что, не русский? Вот, видимо, он все-таки выпил, как я поняла, потому что вышел он оттуда уже совсем осоловелый. Я говорю, Толя, ты что творишь? Тебе ж нельзя. Ну, он уже все, он полез на стул. Вы понимаете, начал раздеваться. Я извиняюсь при детях. И все это вот в форме Деда Мороза. Да, он начал раздеваться и сбрасывать этот свой. Я говорю, Толя, ну ты что, ну ты с ума сошел? Мне стыдно, дети смотрят, вы понимаете. Я на Максима говорю, Максим, ну, Вадик вообще ненормально. Вы сейчас свидетельствуете против ответчика. Нет, я... Ну, как же нет? Вы говорите о том, что приехал Дед Мороз, которому заплатили 100 тысяч рублей. После этого в компании брата-хозяина напился в отдельной комнате. После этого вышел в одежде Деда Мороза, залез на стол и устроил стриптиз. Но я видела, что Вадим его напоил. Я видела, что Вадим его напоил. Это все обговаривается. Он приехал, во-первых, трезвый, а во-вторых, он не собирался. Скажите мне, пожалуйста, уважаемый Дед Мороз, а вы дееспособны? Я абсолютно дееспособен. И хочу сказать, что я огромный профессионал своего дела. И хочу вам, собственно, доказать это здесь всем присутствующим. И хочу вот... Я с большим стажем, у меня большой опыт, работа, я... Ну, как так? В алкоголизме я... В каком алкоголизме? Я про меня сейчас... Мне пить нельзя! Уважаемый судья, у вас все документы здесь есть! В 12 часов иди сдавайся! Ваша честь, я с ними ознакомился. Она принудительно тебя в ЛТП отправит. Максим, Максим! Какая ЛТП? Я тебе дам сейчас ЛТП! Вам не дают слова говорить. Она с ним взговаривается. Поэтому суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать! Оглашается решение суда. Заявлен иск о взыскании 240 тысяч рублей и убытков, 20 тысяч из которых не доказаны. 100 тысяч доказано, это договор, и 120 тысяч доказано на ремонт дивана и на ремонт потолка. В результате ваших, ответчик, запрещенных законом деяний, кроме всего прочего, в результате ваших так называемых услуг дети претерпевали огромные потрясения. Когда Дед Мороз влезает на стол и устраивает стриптизм, для детей это окончание веры в сказку. Разве можно залезать даже тому человеку, который болеет? Даже тому человеку, который хочет быть хорошим, но разве можно так себя вести? Разве можно детей разочаровывать? Не работайте тогда, не оказывайте услуги. Каждый потребитель имеет право на безопасные услуги. Прежде всего. А вы вели себя таким образом, что могли спалить весь дом. Другими словами, недоказанные 20 тысяч суд вычеркивает из вашего списка. Остается 200 тысяч рублей возмещения вреда, которые вам придется выплатить после вступления решения суда в законную силу. Решение суда вам понятно? И не советую обращаться со встречным иском. Иначе привлекут и к уголовной ответственности. Ну, я и... Окончено слушание дела. Прошу всех встать. Я считаю, что непрофессионализм в любой сфере должен быть наказан. И надеюсь, что в данный случай послужит уроком этому нашему Деду Морозу. Ну, что же, значит, поскольку суд решил, что я виноват, буду как-то договариваться с сцом, буду зарабатывать, отдавать деньги. Ну, сам виноват. Что же поделать? Бери всех! Нагром копил! Все продается и покупается. У меня продали, как какую-то вещь вместе с квартирой. Любовь. Конечно, хочу денег! Еще бы! Моя любовь дорогого стоит! Тело. Ну, может, пристав хотя бы потрогать? Вам принципиально установить истину, или чтобы кто-то потрогал вашего? Мне принципиально установить истину. А как мы ее поймем, если нет тактильного контакта? Душа. Видите, на что мы пошли, ваше честь? На потерю дружбы, верности, чести. И все ради денег. И все ради денег. Битва за деньги продолжается. В этом суде перебивать могу только я. Для вас эта услуга платная. С понедельника по пятницу в 13.00 на нашем телеканале. Окончено слушание дела. Значит, мы будем подавать диск на вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова